Начальник генерального штаба израильской армии Герцог Олеви заявил, что военные нанесли удары по стратегическим системам в Иране и использовали лишь часть своих возможностей. Как ранее сообщалось, после израильской операции, получившей название «Дни покаяния», нацеленной на современные системы противовоздушной обороны и ракетной установки Ирана, Тегеран оказался перед непростым выбором, как и когда ответит на израильские атаки. Иранские официальные лица утверждают, что реакция последует в подходящее время. Однако детали возможных ответных мер остаются неясными. «Мы поразили стратегические системы в Иране, что имеет большое значение. И теперь мы посмотрим, как будут развиваться события. Мы использовали только часть наших возможностей. Мы можем сделать гораздо больше. Наше послание очень ясное, и оно связано с событиями на Ближнем Востоке в последние месяцы. Израильские военные будут знать, как дотянуться до любой угрозы и как нанести удар. Армия Израиля готова к любому развитию событий на всех фронтах». Глава израильского правительства Бенемин Нетаньяху заявил, что недавний авиаудар по Ирану был точным, мощным и успешным, достигнув всех поставленных целей. По его словам, такие действия встречают поддержку союзников. Нетаньяху также отметил, что Израиль готов защитить свою безопасность и обеспечить будущее страны в условиях нарастающей угрозы. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем заявлении отметил, что к ночной атаке на страну причастны Соединенные Штаты, и заявил, что Иран не устанавливает для себя ограничений в защите своих интересов, территориальной целостности своего народа. Ранее Аракчи утверждал, что иранская сторона уже определила цели в Израиле, которые будут атакованы в случае израильского удара по Ирану. Америка полностью поддерживает сианистский режим и является соучастником всех его преступлений. В операции, проведенной накануне вечером, как и было заявлено в заявлении Генерального штаба правительства, участие американцев было для нас совершенно очевидным. По крайней мере, они предоставили воздушный коридор сианистским ВВС, а также оборонное оборудование, которое было отправлено ранее для участия в этой операции. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение «Хамас» совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар, вторглись на израильскую территорию и устроили самую массовую в истории современного государства расправу над мирным населением, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменена или освобождена, а часть погибла.